Всем здорова! Вы на канале Нинди Никита, и я решил податься в стрит-арт. Закупился я новым стаффом, до этого я брал только гуашь. Сейчас посмотрим, что я еще прикупил. Начнем. Покупал я в Ашане и в фикс-прайсе. А, нет, вру, еще в Леонардо. Но там супер дорого, я вообще в шоке. Начнем с первого, что у нас тут самое большое. Вот оно. Это, значит, мольберты из арголита. Арголит в скобочках из прессованный картон. Здесь очень удобно, что, во-первых, это дешево, во-вторых, это много. Тут 5 листочков из арголита. Мне кажется, это стоит 80 рублей, это 59 рублей. Вот эти можно еще нарезать на маленькие квадратики, и я буду их использовать на улице, в плане стрит-арта. Большие у меня уже для другого. Я, скажу честно, не украл, но вдохновился Володей артом. У него такая тема была, что к нему, когда в гости приходят, у него оставляют отпечатки. Некет с ними вон ту штуку. Сейчас вы увидите, как это выглядит. Ко мне будут приходить в гости, я буду заставлять людей рисовать вот на таких штуках. Хочу себе забить стенку рисунками своих друзей, знакомых, кто будет ко мне приходить. В общем, это вот такие специально для них. Я рисовал гуашью на них, в принципе, нормально, ничего не просвечивается, все как бы норм. Хорошо, арголитные штуки мы отставляем. Это, ну, холсты, в общем. Следующий став, это вот такая вот здоровая пачка фламмастеров, купленных в фикс-прайс за 200 рублей. Вот так вот это все выглядит. Тут дохренища цветов. Как написано на коробке насыщенных, прям вах, радуга. Как будто слезы детей падали на лучи солнца, и появлялась радуга. Ну, тут я решил просто потестить, как рисовать. Ну, во-первых, на арголите. Если, кстати, вы знаете, на чем лучше рисовать, там, на краски, на гуаши, как вообще ложиться фломастеры, напишите мне, please. Мне это очень интересно. Ну, буду пробовать. Будем тестить. Может, я просто буду рисовать на бумаге. Следующий. Это у нас краски глянцевые. Зачем я их взял? Они, во-первых, выглядят офигенно. Реально, вот, ну, знаете, как будто прилетела фея, и своей пыльцой окрасила краску. Ну, выглядит круто. Я думаю, для фона, да, как фон закрасить, да, там, черным. Ну, тут нет черного и белого. Вот тут какие-то фиолетовые, коричневые, вот розовые классные, мне кажется, будут смотреть. Ну, буду тестить, в общем, увидите в будущих работах. Так, у нас краски сюда. Вот такая бомба черной краски. Стоит 116 рублей. В Леонардо я, кстати, достаточно удивился. Я думал, рублей 300 будет. Но нет. Потому что черная краска уходит на все. На контуры, на фон. В общем, много тут уходит. Я решил взять здоровый баллончик такой. Следующее что у нас? Зубная щетка. Зубная щетка нужна только для брызг. Так, я пробовал с кисточки брызгать, там слишком большие капли. А когда вот сюда накапливается краска, можно прям так... И получаются звезды красивые. Поэтому тоже закупил. 27 рублей стоило фикс прайс. Маркер эйдинг для теганья. Обычно на стекле плохо тегается. На каких-то стенах, где достаточно ровная поверхность, можно потегать. Так, набор кисточек. Набор кистей. 77 рублей. 77 рублей. Из чего они тут натуральные? Кисти для рисования. Да, пони и козы. В общем, натуральные кисточки. Не знаю, взял их просто, чтобы было больше кистей. А, ну, из моего стандартного стафа для тегинга. Это вот такой вот фломик. Я уже не помню, как он называется. Он, короче, в комусе стоит где-то 700 рублей. Мне его друг чисто подарил. Вот, ну, типа, держи. И хожу тегую. Так, иногда прохожу мимо чего-нибудь. Тегую. Хорошо. Следующее. Вот такой вот фломик. Охрененный фломик для бумаги, для стикеров. Ну, если кто не знает, можно, короче, стикеры тырить в магазах, которые там, знаете, для цены клеются, где взвешиваешь. И вот этот маркер офигенно подходит для этих стикеров. Типа, рисуешь, все, быстро высыхает, не ляпается и долго держится. Ну, вообще, короче, держится офигенно. То есть, вот, советую. Стоит в любом киоске, там, ну, в этом газетном, 50 рублей максимум. Следующее. Это пачка гуаши за 50 рублей из Ашана. Взял тоже, чтобы, ну, тупо больше краски было. Конечно, вот эти красные, зеленые цвета у меня будут очень долго. У меня в основном уходит белый, розовый, синий, черный. Всякие желтые, зеленые я особо не узнаю. Ну, может быть, в будущих проектах понадобится. Вот. Такая вот штука за 50 рублей вообще кайф. Что у нас следующее? Взял такую, как эта штука называется, для смешивания, палитру. Палитру маленькую взял. Мне кажется, с маленькой удобнее, потому что у меня большая тут лежала. Максимально неудобно, с маленькой так опана. Тут на столе лежит, ничего не мешает. Так что тоже взял маленькую. У меня большая, вот она, короче, здоровая. Я ее даже помыть до сих пор не могу. Ну, помою потом. Когда-нибудь не помою. Взял еще линейку. Ну, чтобы была. У меня здоровая линейка такая, типа на метр. С ней неудобно. Взял маленькую. Так, что тут последнего осталось? А, канцелярский нож. Канцелярский нож для... В основном я взял для арголита, чтобы урезать и прочее. Он, ну, арголит, он такой... Податливый. И взял тоненькую... Я забыл слово. Тоненькую кисточку для контуринга. Ну, так. В планах еще было взять лак. Ну, чтобы для стрит-арта. То есть, вырезаешь маленький квадратик. На нем рисуешь, там, гуаши, акрилом или еще чем-нибудь. И потом лаком фигачишь. Но я охренел от цены. Косарь баллон стоит. Для меня это... Увесистая цена. Я решил пока в такой... В дешевый став уйти. Все мне вышло, я не знаю, рублей в 500 максимум. На самом деле, что тут самое дорогое? Банка, наверное, 100 рублей. Краски акриловые 150. 50 уже 200. И по мелочи... Даже 300 рублей мне это все вышло. Я думаю... А, ну, плюс если брать арголитные штуки... Ну, 400, да. 400 рублей. Стрит-арт плюс само рисование. А, нет, самые дорогие. Я сейчас все запомню. Самое дорогое это фломики оказались. Спасибо, Никит, что снимал со стороны. Так много раз. Не то, что я, да. Ну ладно. В общем, ждите видосов по стрит-арту следующих. Буду рисовать и просто. Будем рисовать на улице. Куплю баллончик себе. Будем вандалить на улице. Красиво, конечно же. Но не точно. Я это рисовать на самом деле не умею. Но вот этот дух стрит-арта. Я смотрю Володи Арта и в маске. Ну вот, вдохновили меня. Так что, если это видео залетит куда-нибудь к ним, то спасибо вам, мужики. Благодаря вам появился новый стрит-арчик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok